Все люди периодически испытывают чувство страха. Одни боятся темноты, другие – пауков, третьи – замкнутого пространства. В обществе подобные страхи воспринимаются совершенно нормально, без удивления и насмешек. Однако есть и такие страхи, которые вызывают не просто изумление, а и недоумение. Фобия – это сильно выраженный, навязчивый страх, необратимо обостряющийся в определенных ситуациях и не поддающийся полному логическому объяснению. В этом видео мы расскажем о самых странных фобиях, от которых страдает множество людей. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о самой странной фобии, которая может встретиться в нашей жизни. Люди, страдающие аматофобией, панически боятся пыли. Если аматофобы оказываются в пыльном помещении, у них начинается самая настоящая паника. В некоторых случаях даже появляются симптомы астмы и аллергического удушия. Данный вид фобии чаще всего связан с сильными негативными эмоциями, которые были пережиты в детстве. Серьезные случаи аматофобии могут значительно изменить жизнь человека. Подверженные страху люди стараются не посещать друзей и родных, жилища которых, по мнению страдающего данной фобией, содержатся не в надлежащей частоте. На рабочем месте человек не приступит к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не убедится, что стол, кресло и техника не покрыты пылью. Удивительно, но помочь человеку избавиться от этой фобии могут самые неожиданные решения. Например, это может быть смена места жительства. Это может помочь, потому что при этом человек, вдруг, меняет весь жизненный ракурс и фобия остается в прошлом. К сильнейшим факторам нервной встряски со знаком «плюс» также следует отнести состояние влюбленности или рождения ребенка. Возможно, такие события способны перепрограммировать мировосприятие настолько, что страх перед пылью утратит былую актуальность. Боязнь прикосновений других людей является еще одной из самых странных фобий. Ученые, изучающие эту проблему, на протяжении многих лет не могут прийти к единому мнению. Это психическое заболевание или чрезмерная брезгливость. Но как бы там ни было, люди, не терпящие чужих прикосновений существуют, и им порой приходится очень нелегко. Особенно в больших городах. Страдающие гаптофобией люди, когда их кто-то касается, вздрагивают и испытывают тревогу. У них изменяется мимика, начинает кружиться голова и дрожат конечности. Может быть тошнота, нехватка воздуха, сердечные спазмы, озноб и даже истерика. Если кто-то пожал руку, то человек, страдающий фобией, сразу хватает салфетку, чтобы ее вытереть, или старается побыстрее вымыть смывом. Пребывание в помещении, где много людей, вызывает приступ депрессии. Такие люди очень дорожат своей, так называемой, зоной комфорта. Устанавливая ее границы и не подпуская чужаков к себе. Зимифобия – это очень распространенный страх. Особенно часто он встречается у женщин и у тех, кто ухаживает за своим огородом. Речь идет о боязни крыс и кротов. Несмотря на кажущуюся несерьезность этой фобии, ею страдает достаточно много людей. Если зимифоб встречается с крысой или кротом, то его поведение очень трудно предугадать. Больной начинает кричать, размахивать руками. Одни плачут и пытаются убежать, другие кричат и нападают на грызуна, стараясь уничтожить его. Очень часто у зимифобов случается приступ паники. Во время приступа паники человек испытывает ощущение нереальности происходящего. Ему кажется, что он задохнется или умрет. Когда приступ проходит, жертва оценивает свое поведение. Она осознает, что вела себя странной и неадекватной ситуации. Пятницу, на которую выпадает 13 число, боятся многие люди. Даже те, кто не особо верит в мистику, потусторонние миры и нечистые силы. Но есть такие люди, для которых этот день является самым страшным и ужасным. Боязнь числа 13, тесно связана с историческими событиями, а также известными экранизациями фильмов ужасов. Чего только стоит один из самых знаменитых фильмов, с названием «Пятница 13». Дело в том, что сложившаяся ситуация вокруг этого числа отчасти выдумана и навязана современными литературой и кинематографом. Никакой явной связи с реальностью эти цифры не имеют. Страдают от такой болезни чаще всего люди очень мнительные, которые верят в силу чисел и их влияние на человеческую жизнь. Выявляют признаки такого заболевания чаще у депрессивных и тревожных людей. Проявляется такая фобия у всех по-разному. Некоторые люди предпочитают не выходить из дома в зловещую дату, откладывая даже очень важные дела. Другие отказываются от новых знакомств и общения с близкими. Даже простое совпадение с автобусом маршрута 13 или посадочным местом в кинотеатре вызывает у людей тревогу и страх. Влияние стресса может быть настолько сильным, что человек способен совершать неадекватные поступки или даже терять сознание. Борьба с фобией может быть эффективной как при самостоятельной терапии, так и при помощи психолога. Главное – заставить себя мыслить рационально, ведь все мысли о таинственном дьявольском числе или дате, лживые придуманы. Эта фобия, наверное, самая странная из всех существующих. Возможно, кто-то подумает, что боязнь пуговиц – это шутка. Однако это совсем не смешно, особенно для кумпунофобов. Хотя эта фобия и встречается очень редко, она признана серьезным психическим заболеванием, которое требует лечения. Что же может быть страшного в обычной пуговице? Эти предметы кажутся больному отвратительными, неприятен их вид, они неприятны на ощупь. Чем больше пуговиц, тем сильнее тревога и бессознательное ожидание опасности. Кумпунофобы понимают, что страх их носит иррациональный характер, его сложно объяснить логически. Но в состоянии ужаса при столкновении с пуговицами, оказавшись в опасной для себя ситуации, люди с такой фобией просто утрачивают возможность контролировать свои действия, реакции, обстановку вокруг. Тяжелые формы фобии могут проявляться приступами панических атак. Чтобы жить спокойно, страдающие этой фобией стараются организовать свою жизнь, исключив из нее возможные ситуации, в которых появляется страх. Конечно, можно покупать и носить только одежду на молниях, без пуговиц. Но как ездить в транспорте, посещать магазины, общаться с людьми на работе? Можно смело сказать, что данная фобия представляет собой опасность для здоровья и жизни человека, поскольку она заставляет его ограничивать свою повседневную жизнь, чувствовать волнение и тревогу, сокращать социальные контакты и посещение общественных мест. Как бы забавно ни звучали названия этих фобий, не стоит смеяться над теми, кто их испытывает. Ведь для этих людей они являются самой настоящей проблемой, которая не только мешает им нормально жить, но и плохо сказывается на здоровье. Если вам понравилось это видео, поставьте пожалуйста класс и напишите в комментариях, о каких еще странных фобиях вы слышали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!